Библейский портал экзегет.ру представляет Пятая глава послания к Галатам, библейский портал экзегет. И Павел продолжает свою мысль в послании к Галатам. Она у него, в общем-то, одна центральная мысль о превосходстве веры во Христа над соблюдением закона. «Христос вывел нас на свободу, так оставайтесь свободными и вновь впрягайтесь в рабское ермо». Краткое резюме. Ну, а дальше более конкретно. И я, Павел, заявляю вам, если совершаете обрезание, важнейший внешний символ, с которого начинается исполнение закона, не будет вам никакой пользы от Христа. А также свидетельствую всякому человеку, который совершает обрезание, он принимает обязательство исполнять весь закон. «Все, кто ждет праведности от закона, отпали от Христа, отказались от благодати. А мы надеемся обрести праведность от духа и по вере». То есть, если ты начинаешь соблюдать какие-то положения закона, благодать тебе не нужна. Закон – это заработок. Вот, исполнил свои обязательства, получил свою плату. Благодать – это подарок. «Если я вступаю в отношения наемника с Богом, то я ему не сын. А если я принимаю дары его, то я ему сын». Вот и все. «Все, кто ждет праведности от закона, отпали от Христа, отказались от благодати. А мы надеемся обрести праведность от духа и по вере. Ни обрезание, ни его отсутствие ничего не значит во Христе, а только вера, действующая с любовью». То есть, мы можем сказать, вера – это что? Ну, я верю, да, вот у меня в голове есть некая идея. Я верю в Бога. Отлично. Бог у меня внутри, как многие говорят. Вера, действующая с любовью. То есть, вера не просто как абстрактное понятие, но как нечто, выражающееся в действиях и в определенном отношении, действующее с любовью. «Вы прекрасно трудились. Кто же сбил вас с пути послушания истины? Нет, такое внушил вам не тот, кто вас призвал». То есть, не Бог. «Малая доля закваски сквашивает все тесто». Имеется в виду закваска – тесто с дрожжами. Его бросают в новую порцию текста, и тесто, и, соответственно, оно все становится дрожжевым. И точно так же вот искушения, какие-то еще вещи, которые, может быть, невелики, но, будучи вброшенными в этот котел с тестом, они, конечно, все там изменяют. «Но я благодаря Господу уверен в вас, вы не станете мыслить иначе, а кто смущает вас, понесет наказание, кто бы то ни был. А если бы я, братья, по-прежнему проповедовал обрезание, за что бы теперь меня гнали? И крест бы тогда никого не вводил в соблазн». Он писал уже о том, что крест есть соблазн для иудеев. И вот почему? Потому что крест – это внешнее поражение. Потому что крест – это унижение, это позор, это не то, чего люди хотят. И если Христос оказался на кресте, то они думают, зачем же нам этому подражать, мы совершенно такого для себя не хотим. Но вот если нужно соблюдать закон, то, получается, на крест не надо надеяться, и вообще никакой проблемы с этим нет. Вот умер он на кресте, ну и что, и нас это не касается, а мы закон соблюдаем. «Но пусть те, кто сеют среди вас смуту, сами будут отсечены». Здесь параллель с обрезанием, да, то есть получается, что вместо того, чтобы заставлять вас обрезываться, пусть они сами себя отрежут от вас. «Вы же призваны к свободе, братья». Вот один из важнейших для Павла принципов. «Только пусть эта свобода не станет потворством плоти», да, потому что свобода и вседозволенность – это разные вещи. «Лучше вы с любовью служите друг другу, ведь закон полностью заключается в одном из речений – люби ближнего своего, как самого себя. Если же вы друг друга грызете и пожираете, смотрите, как бы вам окончательно не погубить друг друга». То есть вот после стольких слов о том, что закон не дает спасения, Павел возражает против возможной такой интерпретации, дескать, все дозволено и вообще, что хочу, то и делаю. Он говорит, закон в том, чтобы любить ближнего. Остальное подробности вы с ними разберетесь сами, вам не нужны мелочные правила. Но вот ближнего любить надо, если этого нет, значит, вы отпадаете от Бога. Говорю вам, поступайте по велению Духа и не будете исполнять плотских желаний. Да, то есть закон, он регулирует вещи материальные, плотские, а веление Духа – то, что позволяет самому разобраться. «Ведь чего желает плоть, то противно Духу, а чего желает Дух, противно плоти. Они постоянно противятся друг другу, потому вы не ведете себя так, как хотели бы. Но если вами движет Дух, вы уже не подчинены закону». Да, ну, как человек, скажем, когда он действительно кого-то очень сильно любит, ему не нужно расписывать мелочные правила, как обращаться с возлюбленным. Он сам находит способы. Вот, собственно, то же самое сказано и здесь. Вы найдете конкретные решения, если вами движет Дух. Ну, и на всякий случай он все-таки перечисляет, в чем это заключается. «Дела плоти известны. Это разврат, нечистота, распутство, идолослужение, колдовство, ссоры, вражда, ревность, гнев, раздоры, разделение, расколы, зависть, пирушки, попойки и тому подобное. «Предупреждаю вас, как уже предупреждал, все, кто так поступают, царство Божие его не наследуют». Да? Ну, понятно, вседозвольности нету, а есть, так сказать, ориентиры. Оно нет мелочных инструкций для христиан. Дух приносит иные плоды. Любовь, радость, мир, терпение, благость, доброту, веру, кротость, воздержанность. И в законе ничего нет против этого. Собственно, как узнать? Каждый может сказать, я Вадим Духом Святым, я вот прямо светоч духовности. Любовь, радость, мир, терпение, благость, доброта, вера, кротость, воздержанность есть у тебя? Значит, да. Если нет, извини, соврал. Очень просто. «Кто Христов? Тот распял свою плоть с ее страстями и желаниями». Да, то есть, он, конечно, живет, мы на кресте не висим в данный момент времени, но по-настоящему должны бы висеть, да, но плотью, а не духом, да. То есть, вот жизнь по законам плоти, она на кресте, а человек на кресте, он ничего не может сделать руками и ногами, он прибит ко кресту. Вот, он не действует по своей воле и закону плоти, они вот прибиты ко кресту, если человек христианин. Конечно, это абсолютно идеальный образ, наверное, никто так о себе не скажет, но Павел любит идеализировать, он любит показывать, куда надо идти. Если мы живем по духу, то и поступать будем по духу, чуждаясь тщеславия, не вызывая друг у друга ни раздражения, ни зависти. Вот тоже прекрасные принципы. Он изложил буквально в трех абзацах основную суть закона. Люби ближнего, а что значит люби? Инквизиторы тоже пытали еретиков и говорили, что движимы любовью. А вот, вот, кротость, воздержанность, не вызывать друг у друга ни раздражения, ни зависти. Если это есть, то все хорошо. Если нет, значит, что-то не по духу. Ну, и если что-то получается плохо, что с этим делалось, об этом он вкратце скажет в следующей шестой главе. Субтитры сделал DimaTorzok